В Подмосковье стартовала президентская программа социальной газификации. Об этом говорили в администрации на встрече со старостами. Как стать участником программы, какие условия необходимо выполнить, все подробности в нашем сюжете. Газ смогут получить тысячи жителей муниципалитета. 61 населенный пункт до городского округа Серпухов подключит газораспределительной сети, причем абсолютно бесплатно. Речь идет о деревнях и селах, в которых уже есть газовые трубы, но они не подведены к домам. Впервые будет предусмотрена возможность заключения комплексного договора, который позволит довести газ непосредственно до жилья с подключением оборудования. О том, на каких условиях это будет происходить, глава рассказала старостам деревень. Подробно, со всеми нюансами. Подключение идет к жилым домам, которые зарегистрированы. То есть мы все прекрасно понимаем, что на наших территориях есть объекты, мы пытаемся с этим бороться, которые не прошли госрегистрацию. То есть объект фактически есть, а юридически этого объекта нет. То, конечно, прописанных там тем более быть не может. И подать услугу на подключение такого объекта к системе тоже заявитель не сможет, потому что этого объекта нет в собственности. Итак, основные условия постройка на участке должна быть официально зарегистрирована и находиться в границах населенного пункта. Получить консультацию по поводу услуги можно уже сейчас. В МФЦ, Мособлгазе, Россетях, МособлЕРЦ. Дистанционная форма подачи заявки предусмотрена на сайтах. Минэнергомосрег.ру, мособлгаз.ру. По всем возникшим вопросам можно обращаться на горячую линию. 8 800 100 75 75. Единое окно – это, наверное, приоритет. Это потому что очень быстро, просто и удобно. Вы можете подать заявку на заключение комплексного договора через сайт мособлгаз. сг.мособлгаз.ру. Там все предельно понятно. Более того, там есть и калькулятор, где вы можете узнать стоимость строительства внутри участка. Сразу скажу про цены, чтобы исключить вопросы. Цены максимально социально ориентированы. То есть до границы земельного участка – это бесплатно. По земельному участку заявителя – это уже договор строительства. Не нужно заключать 6 договоров. Мы посчитали, 6 договоров вам нужно заключить с разными организациями, в том числе и с нами. Здесь будет один договор. Если в населенном пункте есть газопровод, значит вы попадаете в эту программу. Нужно сказать, наверное, правда, слова благодарности Андрею Юрьевичу, потому что отменили все требования, которые были. Единственное требование – два их. Первое – это газификация, чтобы в населенном пункте она юридически была. Даже юридически сейчас говорю. И второе – это регистрация домовладения. Больше никаких требований нет. Поэтому мы сейчас и говорим о том, что у нас 5 населенных пунктов не попало. И мы их сейчас уже отправили письмо для того, чтобы их включили. То есть у нас уже будет не 61, а 66. Список деревень, которые сейчас попадают под программу, размещены на официальном сайте администрации. Сельские территории, где газопровода пока нет вообще, будут газифицировать параллельно вплоть до 2030 года. Говорили на встрече и о проблеме вывоза отходов из деревень. Немало претензий высказали старосты директора чеховского филиала МСКНТ. Нехватка контейнеров, несоблюдение графика вывоза. Ситуация критическая в некоторых населенных пунктах, куда мусоровоз не приезжает неделями. Нужно менять подход к работе. Вывод очевидный. Компания снова обещает разобраться в ситуации. Вакцинация – отдельная тема встречи. Количество заболевших растет, снова возвращаются ограничения. Единственный способ изменить статистику – сделать прививку. Юлия Купецкая попросила старост донести информацию до жителей о пунктах, способах вакцинации, о том, что возможна организация выездной вакцинации. А завершилась встреча благодарностями в адрес администрации. Жители деревни Ланшина сказали спасибо за содержание дорог в зимний период. Продолжение следует...